Встречи с избирателями для каждого депутата и право, и прежде всего, обязанность. Большие отчеты перед жителями своего округа предусмотрены два раза в год. Назовем их промежуточные и итоговые. К ним готовятся. Председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский подходит к встречам основательно. А потому они всегда получаются достаточно информативными. Такие встречи, они нужны для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы встретиться с максимально большим количеством людей, которые проживают над территорией избирательного округа. Ну и люди должны быть в курсе того, что происходит в городе, какие делаются дела, как город живет жизнью, как он выполняет показатели. Вот мы сегодня обязательно посчитали нужным осветить одну очень важную тему еще с избирателями. Это поговорить о ходе прививочной кампании по ковидным делам. Ну и, конечно же, поговорить о своих насущных проблемах. Конечно, в своем отчете Николай Красовский прежде всего говорил о том, что волнует избирателей, что строится в Бресте и что еще запланировано, где проходят реконструкции, ремонты домов, придомовых территорий, что уже сделали в первом полугодии городские службы и организации. А в городе реализуется 34 инфраструктурных проекта, 23 проекта инженерной и 11 социальной инфраструктуры. Продолжается строительство нового корпуса детской областной больницы, медицинского центра на улице Маслова, поликлиники и многое другое. По словам Николая Красовского, неплохо складываются ситуации в экономической сфере. Импортная и экспортная составляющая достаточно эффективны, а ведь отсюда складываются наши зарплаты. У нас средняя заработная плата, рост 115% к уровню прошлого года. Мы даже немножко опережаем здесь инфляцию. От теории Николай Красовский перешел, так сказать, к практической части встречи. Председатель Совета депутатов был готов пообщаться со всеми желающими, выслушать вопросы или претензии. Один из тех, кто пришел на прием, новый начальник ЖЭСа номер 7 Сергей Буян. Тревожащий его момент – ремонт дорожек внутри дворов, одна из которых, главное, ведет к средней школе номер 12. И действительно, практически все тротуары находятся в разбитом состоянии, а дорога, по которой уже через несколько дней празднично одетые школьники придут на первый урок, вовсе оставляет желать лучшего. У нас территория большая, обслуживаемая, и, соответственно, уже к нашим домам требуется очень много внимания, потому что заключается в том, что требуется благоустройство дворовых территорий. У нас на данный момент с 55 домов, которые на нашем обслуживании находятся, комплексное благоустройство проведено где-то на 5-6 всего лишь домах. Соответственно, все остальные требуют подхода, ремонта дорожек, потому что на некоторых домах даже пешеходных дорожек нет. Хотелось бы именно, чтобы Николай Васильевич в этом вопросе нам помог. В данном вопросе сможет реально помочь новая организация – областная ассоциация депутатов местного совета, подчеркнул Николай Красовский. Именно этот орган сможет выделять деньги на развитие местных инициатив, благоустройство дворовых территорий, детские площадки, ремонт и многое другое. Так что увидим. Продолжение следует...